Доброе утро, добрый день, добрый вечер всем, кто сегодня присоединился к нашему шестому онлайн-марафону ресурсных центров. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время быть с нами в течение нескольких часов на нашем онлайн-марафоне. Это традиционная наша встреча ресурсных центров, и проходит она в рамках проекта с таким же названием «Сила вместе», который реализует Центр Гарант при поддержке Фонда президентских грантов. И, как вы помните, на этих встречах мы всегда собираемся обсуждать разные вопросы деятельности ресурсных центров. И не только ресурсных центров, я знаю, среди нас, среди участников есть представители и других некоммерческих организаций. И на этих встречах мы стараемся обсуждать разные вопросы работы инфраструктуры, поддержки некоммерческого сектора. И в том числе и обсуждать вопросы работы самих организаций, потому что ресурсные центры такие же организации, как и другие некоммерческие организации. И точно так же возникает много вопросов у нас, связанных и с подготовкой наших сотрудников, и с организацией внутренней работы организации, и с решением вопросов развития команды, и с вопросами стратегического и тактического развития. И мы, вот этот марафон, он как раз и ориентирован на то, чтобы мы с вами могли обсуждать разные вопросы. И если вы помните, у нас есть несколько форматов в рамках нашего проекта. Это вот такой онлайн-марафон, в котором мы, как правило, приглашаем разных спикеров на разные темы, для того, чтобы повысить наши с вами профессиональные компетенции в разных вопросах работы организации. И у нас есть еще лаборатория ресурсных центров, на которых мы обсуждаем разные уже практические вопросы, и можем обмениваться опытом и обсуждать разную тематику. И еще мы стараемся включать в наши встречи такие знакомства с разными инфраструктурными организациями, для того, чтобы наша сетка ширилась и развивалась, и чтобы наше взаимодействие укреплялось. Ну и на всякий случай напоминаю, что у нас с вами есть несколько общих ресурсов. Это наша карта ресурсных центров ngomap.ru. Я попрошу коллеги ссылочку в чат на всякий случай отправьте. И если вдруг вы ресурсный центр и вас нет на этой карте, то, пожалуйста, внесите о себе данные, чтобы карта была полной. И у нас с вами есть телеграм-канал «Ресурс для ресурсных центров», где можно смотреть интересную и важную информацию, которая может быть нужна нам как инфраструктурным организациям. Ну вот сегодня мы с вами собрались на онлайн-марафон уже в шестой раз. И поговорить мы хотели сегодня о разных очень вопросах, стратегии и тактике развития организации. И поговорить и о процессах, и о команде, и о мотивации, и о продуктах, и о развитии сообществ. То есть очень разные. Мы взяли такой калейдоскоп разных тем. И, наверное, если вы посмотрели предварительно, я надеюсь, что вы посмотрели предварительную программу, вы увидели, что у нас сегодня очень разные интересные спикеры. И эти спикеры, многие из этих спикеров не работают внутри нашего сообщества некоммерческого, представляют в том числе и бизнес-структуры. И это была одна из наших идей – привести к нам на онлайн-марафон специалистов, которых нам редко удается послушать, а иногда и совсем не удается послушать, ровно для того, чтобы так немножко расширить свой взгляд и свое представление. Ну и среди всех вот спикеров, которые сегодня будут выступать, только один спикер точно из нашего некоммерческого сообщества, да еще и из сообщества ресурсных центров. Это я. Ну, потому что если уж у меня микрофон есть, то почему бы уже и мне не выступить на онлайн-марафоне с каким-нибудь экспертным выступлением. Поэтому начну сегодня. Я не буду долго вот вводные включать. И так уже часть времени на, значит, искусство ожидания было потрачено. Я сразу приступлю к той теме, о которой мне хотелось поговорить. А я хотела сегодня рассказать вам о коммуникационной модели Process Communication Model как инструменте управления командами и людьми и инструменте выстраивания эффективных коммуникаций. Познакомилась я с этой моделью несколько лет назад. И вот в прошлом году мне удалось познакомиться с ней достаточно глубоко и не только познакомиться, но и попробовать ее на практике. И мне хотелось сегодня поделиться с вами некоторыми такими основными положениями, основными точками этой модели, такое экспресс-знакомство. И рассказать, почему мне показалось, что эта модель крайне интересна и почему мне показалось, что она могла бы быть отличным инструментом для нашей работы как руководителей. Как руководителей, и не только руководителей, как людей, которые должны по своему функционалу много коммуницировать с разными очень людьми, и вот разговоры с разными людьми – это одна из наших основных функций. Вот несколько слов. Ну, знаете, вот смотрите, я перевоспиталась и сделала слайд, который я обычно не делаю, с рассказом о себе, ну, потому что я же выступаю сейчас как эксперт, а не как ведущий онлайн-марафон. Я не просто познакомилась с этим курсом, но и прошла по нему тренерскую подготовку, то есть на сегодняшний день являюсь сертифицированным тренером по этой модели. И вот мне хотелось бы вас с ней немножко познакомить. Часто, когда начинают рассказывать про эту модель, сразу люди, особенно глубоко знакомые с психологией, имеющие образование педагогическое или психологическое, сразу начинают задавать вопросы по поводу того, какая теория лежит в основе этой модели. Вот я не хочу сегодня в это глубоко углубляться, но чем прельстила меня эта модель, она включает в себя и компонует очень разные подходы, которые существуют к классификации личности. И основная вещь, на что настроена эта модель, на то, что она дает очень конкретное и инструментальное понимание своей собственной личности и умение определять личности окружающих, с тем, с кем ты вступаешь в коммуникацию. И самое главное, что понимание и знание этой модели помогает понять механизм общения и услышать предпочитаемые стили общения собеседника. И для этого достаточно знать некоторые основные характеристики и уметь слушать своего собеседника и себя в том числе. И когда мы научаемся слушать своего собеседника, то мы можем понять, какой канал коммуникации и стиль общения для него является предпочтительным. И, соответственно, начать выстраивать коммуникацию именно на этом канале. И основная идея этой модели коммуникационной в том, чтобы научиться выстраивать коммуникацию со своими собеседниками так, чтобы оставаться в плюсовом формате. То есть я в порядке и мой собеседник в порядке. И мы при этом ведем переговоры. Не значит, что мы абсолютно соглашаемся друг с другом, но во всяком случае точно и я, и он находимся в нормальном психологическом состоянии. И умение слышать и понимать, на каком канале со мной беседует собеседник, и умение подстраиваться под его канал как раз и позволяет удержать вот эту коммуникацию в позитивном ключе. Ну и еще одна очень интересная вещь, которая присила меня, вот, например, в этой модели. Во-первых, в том, что она достаточно легко практически используется, а еще и в том, что эта модель учит видеть, когда мы перестаем быть в позитиве в коммуникациях, когда мы начинаем испытывать стресс от неэффективного общения, и вместо того, чтобы общаться в позитиве человек с человеком, мы начинаем впадать в стрессовую ситуацию и выскакивать из эффективных коммуникаций. Вот этот подход и эта модель учит видеть вот эти точки слома эффективной коммуникации и уметь вовремя на них реагировать. Ну вот для того, чтобы немножко рассказать про суть, это с 1977 года идет развитие этой модели, разработана она доктором психологии Тайби Келлером, и в основе модели у него положены мини-сценарии и обработка больших баз данных. Вот, наверное, для того, чтобы это не было голословно, рассказываю вам, что классно, здорово, такая хорошая модель, но для того, чтобы это не было голословно, давайте немножко расскажу о том, на что опирается эта модель и что она позволяет научиться видеть. Ну, один из подходов, о котором говорится в этой модели, что каждый из нас имеет свой собственный фильтр восприятия. И когда мы вступаем в коммуникацию, то мы через этот фильтр восприятия пропускаем информацию. И, ну, вот так же, как у нас есть предпочитаемые, например, мессенджеры, в которых мы чаще всего заглядываем, точно так же, и по этому фильтру к нам чаще всего приходит информация, точно так же мы фильтруем информацию, которая приходит к нам извне через наши любимые вот эти фильтры. И если посмотреть на фильтры восприятия, это способ, через который мы воспринимаем окружающий мир. И узнать то, как воспринимает окружающий мир ваш собеседник, через какой фильтр, можно достаточно легко, если вы будете внимательно его слушать. Потому что когда человек говорит, он как раз и демонстрирует вам свои предпочитаемые фильтры восприятия, потому что и выдает он информацию ровно через эти же самые фильтры. На самом деле, как я уже говорила, Тайби Келлер опирался на уже существующие разработанные психологические модели, и в первую очередь на работу Берна. И, например, Берн классифицировал, что люди воспринимают мир через мысли, эмоции или действия. То есть у него было вот три фильтра. Тайби Келлер расширил эту систематизацию и сказал, что на самом деле фильтров шесть. И мы воспринимаем мир через фильтр мысли и факты или через мнение. То, что Берн считал восприятием через мысли, он Тайби Келлер разделил на два блока. Мысли и факты мы можем воспринимать через этот фильтр или через мнение. Дальше мы можем воспринимать мир через эмоции, а еще мы можем воспринимать мир через действия, через реакцию или через воображаемые действия или бездействия. Вот чуть-чуть поподробнее, что это значит. Люди, которые воспринимают информацию через мысли и факты, то для этих людей важно услышать конкретику в той информации, которая к ним идет. Они предпочитают обмен информацией и анализ, основанный на анализе фактов. Такие люди, помните рекламу, сколько вешать в граммах? Вот такой вопрос задает человек, который воспринимает мир через мысли и факты. Ему важно, сколько, когда. Такой человек на семинаре всегда задаст вопрос, а уточните, пожалуйста, в каком году вот эта модель была придумана? Скажите, пожалуйста, в основе нее все-таки какие теории лежат? Можете вот об этом конкретнее сказать? То есть и человек, который так воспринимает информацию, если он не слышит в речи никаких конкретных фактов или мыслей для того, чтобы ему было что анализировать, то он начинает себя некомфортно чувствовать. Другие люди, они очень близки, но для части людей важны не факты, а мнения, в том числе и мнение о факте. И такой человек очень часто говорит, по моему мнению, я считаю, и слышит он больше всего информацию, которая вот так упакована. Для этих людей очень важны принципы, когда они всегда интересуются, а что вы по этому поводу думаете. И даже если вы в своей речи рассказываете какие-то фактические данные, они обязательно зададут вопрос, а как вы думаете, вот что вы думаете по поводу этих фактов, а как вы к этому относитесь. И для них очень важно, чтобы они это слышали, и для них очень важно иметь возможность про это рассказать, про то, что они думают по этому поводу. Вот человек, который воспринимает мир и оценивает информацию через мнение, в коммуникациях с этим человеком очень важно дать ему это мнение сказать. Потому что если человек выражает свое мнение или отношение к чему-либо, а вы его в этот момент прервете, вспоминайте ваши коммуникации, не очень эффективные, то вы получите зануду собеседника, который скажет, что вы его не уважаете или так подумает, и точно будет негативно настроен внутри этой коммуникации. Этот человек очень любит рассуждать на тему, но если ему не дать это сделать, а нам иногда некогда, мы говорим, ладно, все, уже я понял, давайте дальше поехали. Но этот человек либо замкнется, либо скажет, нет, подождите. Я вот считаю, что это важно дослушать меня до конца, и его речь станет раза в четыре длиннее. Поэтому, когда мы узнаем и видим таких людей, лучше сразу потерпеть, чтобы он все сказал, что думает, потому что если вы его попробуете остановить, он говорить будет гораздо дольше. Есть люди, которые воспринимают мир через чувства и ощущения. Они часто употребляют разные слова, связанные с тем, я чувствую, я ощущаю, комфортно. Они всегда заботятся о вас, они спросят, удобно ли вам, они спросят, насколько хорошо вы себя чувствуете. Это люди, для которых важны чувства и эмоции. И в их речи часто и много слышно про эмоции. И это не значит, что они вообще не понимают ничего остального, не думают, ну, не надо воспринимать это прямо по крайностям, да. Но люди много говорят про эмоции, и для них важно говорить про эмоции. И когда мы не говорим, не даем возможность людям высказать свои эмоциональные отношения или сами ничего эмоционального не высказываем, этим людям дискомфортно с нами. Есть люди, которые живут внутри себя. И фильтры их восприятия – это воображаемые действия. Они действуют внутри головы. Они, как правило, у них богатая фантазия. Они много конструируют в голове. Они много обдумывают, но мало говорят. Им в коммуникациях с ними иногда очень сложно, потому что они говорят, ну, и могут долго потом ничего не говорить. Но это не значит, что они ушли из коммуникации. Просто они говорят сами с собой в голове. А мы, если мы другие, нам кажется, что все идет плохо. И мы начинаем его торопить. А он торопиться не умеет. И на самом деле, очень часто эти люди могут быть очень нужны, имеют очень нужную и важную информацию, но мы не умеем ее вынуть из них, потому что мы не умеем правильно построить с ними взаимодействие. И вся эта информация, и все их знания, и все их конструкции по поводу того, что надо делать, по-прежнему остаются у них в голове. Ну, и есть вот еще такие люди, для которых важна реакция. Эти люди, как правило, качаются на качелях. У них вот только что все хорошо, и уже через три секунды все плохо. «Ой, караул, ничего мы не успеем, все плохо». И иногда, когда мы не очень правильно понимаем этих людей, мы начинаем реагировать, серьезно реагировать на эти вот импульсные реакции, и тем самым неэффективно строим с ними коммуникацию, потому что у него «Ой, караул, все плохо», через пять минут превратится. «Да не, нормально все, это я просто так, у меня это, ну, мне просто показалось, что все плохо, а уже теперь не все плохо». И умение распознать этого человека и правильно выстроить с ним коммуникацию как раз позволяет не качаться вот на этих качелях, а взаимодействовать с ним эффективно. Ну, и, наконец, еще одна группа людей, еще один фильтр восприятия – это те, кто быстро переходит к действиям, у кого восприятие информации идет через действие. Эти люди чаще всего воспринимают глаголы и говорят чаще всего глаголы. И эти люди лучше всего слышат, когда вы говорите с ними о том, что надо делать, а не о том, что вы по этому поводу думаете, или ему не очень важны факты, ему важно понимать, какие действия надо совершать. И эти люди, если такой человек, человек действия встречается и коммуницирует с человеком, у которого основной фильтр восприятия – воображаемое действие или мнение, то могут быть очень сложные коммуникации, потому что каждый из них не очень хорошо понимает друг друга. И вот как раз эта модель коммуникации помогает определить свои ключевые фильтры восприятия, научиться видеть и слышать это у других и уметь правильно выстраивать коммуникацию, потому что каждый из нас, конечно, умеет коммуницировать на всех языках, но у нас есть предпочитаемый. Ну вот я хочу сказать, что когда мы понимаем чужие фильтры восприятия, тогда мы понимаем, что надо использовать для того, чтобы человек лучше понимал вас. И вот при обучении по этой модели мы как раз и учимся понять самого себя и понять, каким образом мы можем строить коммуникацию эффективную с другими, как можно понять другого. И надо сказать, что вот мы у себя в команде попробовали все пройти тестирование и прошли обучение по базовому курсу этой модели. И это помогло нам снять некоторые конфликтные ситуации, потому что оказалось, что в некоторых ситуациях взаимодействия друг с другом, когда люди не понимали друг друга, члены команды не понимали друг друга, или им казалось, что один человек обижает другого, в процессе тестирования и дальнейшего изучения этой модели выяснилось, что на самом деле мы просто на разных языках друг с другом разговариваем. И даже сейчас, конечно, не изменилось, язык остался у каждого свой, но понимая друг друга, теперь становится меньше обид и меньше конфликтных вот таких острых ситуаций, потому что люди могут сказать, ну понятно, что ты так шутишь, тебя просто на качелях сейчас качнуло. Я-то понимаю, что ты не меня обидел, а просто у тебя вот так реакция получилась. То есть люди стали, и конфликтные ситуации стали происходить реже и легче. Ну вот еще хочу сказать, что разные люди используют для выражения себя разные слова, и это на самом деле не словарный запас, это способ нашего мышления. И вот в процессе обучения есть возможность пройти тест и увидеть, какие каналы, какие фильтры для вас являются самыми открытыми, то есть чем вы легко пользуетесь, а какие являются закрытыми, то есть какие иногда, может быть, вы вообще каналы и фильтры восприятия вообще не воспринимаете. Ну вот, например, просто как пример в завершение, жена, например, пришедшему с работы мужа говорит, милый, я плохо себя чувствую. Это разговор на фильтре чувства. И что жена ждет в ответ? Она ждет, что муж скажет, ой, ну тебе, наверное, плохо, давай я тебя пожалею. Но муж говорит, у тебя голова болит? Ты таблетку выпила? Тебе когда стало плохо? Давно? Он говорит с ней на языке фактов. Что в ответ скажет жена? Я так и знала. Тебе вообще до меня дела нету. Тебе вообще не важно, как я себя чувствую. Потому что она не ждала вопроса про факты, она ждала вопроса про чувства. А муж скажет, здрасте, что опять не так-то? Я же помочь хотел. Просто если ты не выпила таблетку, я сейчас тебе таблетку. Ну и кончится все это, конечно, скандалом. Потому что на самом деле коммуницируют уже не в плюсе ни тот, ни другой. Потому что они разговаривают на разных фильтрах. С доброй душой, но на разных фильтрах. И вот умение эти фильтры отловить, это, конечно, очень такая важная вещь. Ну и если говорить про что еще этот курс, это курс про то, что внутри нас шесть разных типов личностей, которые выстроены, как в шестиэтажном доме, на разных этажах. Это происходит в первые семь лет нашей жизни. И в зависимости от того, как сложена наша личность, от этого у нас есть предпочитаемые каналы коммуникаций, у нас есть определенные этапы впадания в коммуникационные стрессы. И в рамках этого обучения как раз есть возможность понять, каким образом вы можете использовать свои сильные стороны личности и каким способом вы можете нейтрализовать вот эти свои слабые стороны. И на самом деле, просто еще один пример, когда я вдруг обнаружила, что меня стали очень сильно раздражать какие-то недоделанные до конца дела. И в офисе я, например, видела, что вот здесь недоделана, вот здесь мы договорились о такой системе, и она не выстроена. Вот тут что-то не так сделано, как мы заранее договаривались. И первая у меня ситуация была, ну что ж такое за сотрудники, это такие плохо так работают. Да. А потом, когда я прошла этот курс, я узнала с удивлением, что для моего типа личности очень важно, чтобы было признание вот вклада в организационную работу. А если что-то сделано не так, то человек думает, что это как раз не признание его вклада и впадает в стресс. И на самом деле меня раздражало не то, что плохо работа сделана, или там плохо план составлен, или не на том месте что-то лежит, о чем мы договаривались. А это было проявление моего стресса по поводу того, что не признан мой вклад в работу был. И когда я для себя поняла, что это мой стресс, а не плохая работа сотрудников, очень многие вопросы внутри коллектива снялись, в том числе и перестала нервировать своих сотрудников глупыми придилками. Они типа, да, они... Да, у нас... Да, вот спасибо, что выключили звук. Вот, то есть это такой очень практический инструмент, который может здорово помочь решать вот такие внутренние вопросы с организацией, даже внутренней работы, а не только внутри коммуникации. Потому что вы начинаете понимать, почему вы сами ведете себя так или иначе. И, соответственно, почему ваши коллеги или те, с кем вы вступаете в переговоры, тоже ведут себя так или иначе. Ну, на самом деле, это длинный курс. И есть возможности прохождения тестирования и прохождения обучения для того, чтобы про это поговорить поподробнее. Мое время на такую микропрезентацию уже кончилось. Поподробнее можно об этом курсе узнать на... значит, у нас и на специальном сайте, который сделан. Ну и, соответственно, если у вас есть интерес к этому, можно пройти обучение по этому курсу. И сейчас мои коллеги сбросят ссылочку, где можно посмотреть. И ближайший семинар, который мы планируем, будет 27 апреля. Он будет в формате онлайн. И можно просто пройти семинар, можно предварительно пройти тестирование и получить профиль своей личности, что, конечно, гораздо лучше, чем просто семинар, потому что семинар лучше будет восприниматься, если у вас будет профиль личности, и вы можете сразу все на себя примеривать. Ну и есть формат прохождения обучения и индивидуального консультирования. Поэтому, если это будет вам интересно, то можете посмотреть на сайте или напрямую мне написать, для того, чтобы мы могли обсудить условия. Вот такое экспресс-знакомство с процесс-коммуникейшн-модел. и еще раз хочу сказать, что так ратую за эту модель, ровно потому, что я нашла в ней, как руководитель, очень практикоориентированную возможность использования этого для того, чтобы выстраивать коммуникации как внутри коллектива со своими сотрудниками, так и правильно строить коммуникации со всеми, с кем вам нужно коммуницировать, в том числе, конечно, и с донорами, потому что понимание своего собеседника это 50% успеха на переговорах. Спасибо вам большое за внимание.